Среди русских традиционных росписей Мизенская, пожалуй, самая узнаваемая, необычайная и загадочная. Она не похожа на другие наши росписи с их яркостью и многоцветочностью, травяными и цветочными рисунками. Она полна символики и похожа на рисунки первобытных людей, и даже те элементы, которые совпадают, кони и птицы, имеют другую, не живописную, а скупую и примитивную графическую форму. Мизенская роспись – одна из наиболее древних русских художественных промыслов. Ее истоки теряются в отдаленных веках первоначального формирования славянских племен. Первые найденные образцы датируются тем же временем, что и древнегреческие амфоры. Первоначально этот тип росписи бытовал только в одном селе – Палащелье Мизенского уезда Архангельской губернии, что стоит на реке Мизень. Так ранее назывался Лешуконский район. И называлась она Палащельской по селу. Стоит село на высоком берегу, и такой обрывистый берег в тех местах называют Щельёй. В этом месте на берегу выступают голые красные глины, из которой делали краску для росписи деревянных изделий, таких как короба, сундуки, шкатулки, грабли, решета, солонки, чашки, ковши. Уже позже дали ей название Мизенской по реке, на которой стоит село, и берега, которые отдают красноохристую окаменевшую глину для красной краски. Заселение этих земель новгородцами началось с XII века. До этого здесь жили племена Чуди Белоглазой. Первое упоминание о самом селе Палащелье относится к середине XVI века. Но почему-то в то время русское население здесь не закрепилось. Возможно, причиной был пожар. Отсюда и версия названия села Палащелье – «Щелья, где был пал», то есть пожар. А в XVI веке сюда пришел Иван Игнатов с сыновьями из Варшского уезда Архангельской губернии, которые, как новые жители деревни Новики, получили фамилию Новиковы. Это были основатели одной из династий мастеров Палащельской росписи. Трудна была жизнь палащельцев вдали от города. Они занимались земледелием, охотой, рыболовством. Давным-давно поселились люди на берегу реки Мизени. Они не умели читать и писать, а свои мысли, переживания передавали в рисунках. Они расписывали различные деревянные вещи, которыми пользовались повседневно. Прялки, короба, посуду, сани, люльки. Своими руками они старались рассказать о жизни в деревне, защитить себя и близких от разной нечистой силы. Благодаря подписям на прялках можно выделить семьи палащельских мастеров, что уникально для крестьянского искусства. Аксеновых, Новиковых, Федотовых, Кузьминых, Шишовых. Но не только трудились полощельцы, но и отдыхали, пели песни, водили хороводы, играли. Роспись читается снизу вверх. Она не просто орнамент, а представляет собой иероглифическую письменность. Причем язык этот не мертвый, а развивающийся. Он претерпел некоторые изменения, некоторые символы перестали использоваться, зато появились новые. Раньше писали на дереве, пересте и коже, клюквенным соком и сажей. Отсюда традиционная черно-красная гамма. С давних времен возникновения промысла в работах палащельских мастеров сохранились глубокие древние традиции. Большое место среди них занимают знаки четырех стихий – воды, воздуха, земли и огня. Древние люди очень боялись воды, которая несла много бед, наводнения, ливни. Они всегда старались защитить себя от ее разрушительной силы, изображали ее на всех своих изделиях в виде волнистой линии. Следующая стихия – воздух, его движение. Для этого рисовали спиральки и множество штрихов. Земля кормила народ, одаривала своим урожаем. Знак плодородия земли был на всех работах. Это квадраты, ромбы, прямые линии, растения. Четвертая стихия – огонь. Древние люди думали, что огонь – живое существо, которое питается, растет, умирает, а затем вновь рождается. И что огонь – это земное воплощение солнца. Солнце изображали на всех работах. Знаки огня и солнца – это кресты. Состоит роспись из трех ярусов, разделенных поясами – подземного, земного и небесного. В нижнем и среднем ярусах главными фигурами являются кони и олени. В верхнем – птицы. Иногда в среднем ярусе к изображению животных присоединяются фигуры птиц. Ограничивающая пояса и замыкающая все три яруса окантовка символизирует охрану свыше. Некоторые символы означались так. Лед – три ломаные линии наподобие ступенек. Юность – изображение ростка. Двойная завитушка и красный бутон над ней. Дом – символ, похожий на палатку или шатер. Море – волнистая красная линия, а под ней, повторяющая ее, тонкая черная. Изобилие – палочка с двумя завитушками сверху. Лето – двойной квадратик с цветочком внутри. Особенно хорошо эту ярусность можно увидеть на росписи прялок. На маковках прялки, как правило, изображены уточки или курочки. Затем бедра – решетка. Ряд клеток, названных так по сходству с одноименной принадлежностью ткацкого станка. Далее ряд уточек и снова бедра в окружении уточек. Под ним ряд оленей и коней. Затем снова геометрический орнамент. В самом низу лопастки вновь появляется конь. И везде, как бы ни взначай, разбросанные спиральки, черточки, крестики, кружочки, звездочки. Словно вихрь от быстрой езды. С обратной же стороны лопастки, там, где привязывалась куделя, мастер мог позволить разгуляться своей фантазией. Тут сцены охоты, рыбной ловли, катания на санях. Занимались росписью только мужчины. Дерево для изделий заготовляли зимой, потому что весной сосна смолой заплывает, а расписывали изделия летом перед ярмаркой. В росписи используются два цвета. Красный добывали из глины, и черный делали из сажи. А чтобы краска была прочнее, разводили ее в растворе лиственной смолы. После росписи изделие покрывали олифой, и она придавала росписи золотистый отлив. Роспись наносилась на дерево палочкой, тиской, пером глухаря или кисточкой, сделанной из человеческого волоса. Украшались не только предметы быта и интерьера, но и стены, и даже окна, как внутри, так и снаружи дома. Послушайте замечательное стихотворение Светланы Литковой «Мизенская роспись». Роспись волшебную эту будем как книгу читать. В стройных ее силуэтах матушку Русь познавать. Мизенская роспись зовется. В каждом рисунке добро. В сердце твоем отзовется нежною сказкой оно. В строчках ее можно встретить птиц и коней, мчащих вдаль. Лебеди, если приметить, будет большой урожай. Росписью той украшают из бересты туеса, даром своим совершая счастье, любви и чудеса. Давайте прочитаем эту замечательную роспись. Олень – символ дождя. В пасмурный дождливый ветреный день между деревьями по сырой земле, покрытой травой, бежит олень. Конь – символ солнца. В солнечно-ветреный день по вспаханному и согретому солнцем полю бежит конь. Вот и подошло к концу наше путешествие в далекую северную деревню Полощелье. А для тех, кто заинтересовался этим древним, замечательным народным промыслом, предлагаем список книг, из которых можно узнать еще больше о мизенской росписи. Субтитры создавал DimaTorzok